Парламентское большинство упростило процедуру избрания генпрокурора. Его выберут из числа тех, кто наберет большинство голосов в Высшем Совете прокуроров, отказавшись от бальной системы. Это происходит за день до истечения срока, в течение которого претенденты могут зарегистрироваться в гонке за пост главы генпрокуратуры. Конкурс на должность генпрокурора стартовал 23 октября. Через месяц Высший Совет прокуроров решил продлить срок регистрации, поскольку в предвыборной гонке было зарегистрировано всего два кандидата. Это заместитель генерального прокурора Игорь Демчучин и адвокат Илья Ротарь. Министр юстиции заявила для ТВ-8, что появился и третий кандидат, но кто он, не уточнила. Наши источники, впрочем, утверждают, что это адвокат Сергей Пержу, бывший кандидат на должность генпрокурора в 2019 году. В пресс-службе ВСП информацию не подтвердили, но и не опровергли. Здесь отметили, что неуполномочены выступать с заявлениями до конца периода регистрации, то есть до завтра в пяти часов вечера. В настоящее время я могу подтвердить, что для участия в конкурсе зарегистрировано три кандидата. По завершении этапа получения этих досьев ВСП выпустит пресс-релиз о ситуации. Это та информация, которую мы можем предоставить вам сейчас. Получается, что имя третьего кандидата будет обнародовано только завтра? Совершенно верно. Достоверные источники сообщили нашему телеканалу, что фаворит соревнований подаст документы завтра на последней 100-метровке. Таким образом, новый генпрокурор, который до сих пор избирался на основе большего количества баллов, присуждаемых членами ВСП после этапа собеседования, теперь будет избран прямым голосованием. Генпрокуратуру уже два года возглавляет временно исполняющей обязанности после отстранения от должности Александра Стоиногла.